Друзья, всех приветствую в ходе торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канал о маркетсе, оставляйте ваши вопросы после акции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Сегодня нас ожидает день выступлений. В 13.25 ждем выступления главы банка Англии Бейли. В 14.00 выступление голосующего члена комитета ФРС Патрика Харкера и в 15.00 выступление Кристин Лагард. Каких-то фундаментальных статистических точнее отчетов не будет, но очень много статистики начнет поступать на рынок уже завтрашней торговой сессии. Мы будем к ней готовы и соответственно все заранее проговорим. Индекс доллара текущей котировки 103.75. Бетчер-рали продолжается без каких-либо значимых откатов. Доллар каждый день набирает обороты и обновляет локальные многомесячные максимумы. Напомню, что основная причина, которая поддерживает курс американского доллара, это пересмотр ожиданий масштаба и темпов осмягчения американской монетарной политики. Буквально с прошлой недели среди факторов, которые поддерживают рост доллара, появился еще один. Это активная Трамп-торговля. Трамп-трейд, как говорят инвесторы, в преддверии президентских выборов и возросшей вероятностью того, что овальный кабинет займет республикальница. По данным Полимаркет, вероятность победы Трампа на этих выборах составляет почти 61%. Здесь нужно сделать оговорку. Полимаркет неплохо скомплементировали себя в последнее время и многие считают, что это статистика, на которую не стоит полагаться. Это рисованные данные, которые не соответствуют действительности. Но, судя по всему, рынку достаточно этого. Раз шансы на победу Трампа растут, значит, есть сейчас возможность заранее начать реализовывать определенные торговые стратегии, которые будут уместны в том случае, если президентом станет Трамп. И в контексте доллара, если говорить, нужно прекрасно понимать, что политика Трампа — это протационистская политика, которая направлена на установление новых торговых барьеров, введения тарифов. Это то, что будет создавать условия для роста инфляции, в конечном счете заставит американский регулятор замедлить еще сильнее темпы смягчения национальной монетарной политики. Я не буду говорить о том, что действия Трампа в конечном счете приведут к тому, что американский регулятор развернет радикальным образом свою монетарную политику и начнет даже повышать процентную ставку. Для этого инфляция должна достигнуть каких-то беспрецедентных уровней, ну или, по крайней мере, уйти на устойчивые темпы роста, хотя я в этом сейчас сомневаюсь. Рынку достаточно того, что политика Трампа сейчас ассируется с возможной ястребиной риторикой Федрезерва, с высокими доходностями американских облигаций, которые, в свою очередь, являются причиной для укрепления американского доллара. В комментариях, друзья, жду ваших сообщений относительно того, как лично вы оцениваете вероятность победы Трампа на предстоящих выборах. Очень интересно послушать точку зрения вашу, потому что, уверен, вы работаете с большим количеством источников информации. Может быть, у меня замыленный взгляд, и вы видите больше оснований, больше условий, либо даже подтверждений того, что все-таки Белый дом займет Камала Харрис. Тему политики будем обсуждать и дальше. Напомню, что 5 ноября пройдут выборы в США, и буквально через два дня после этого состоится ноябрьское заседание Федрезерва, на котором, как и ожидается, ставка будет снижена на 25 базисных пунктов. Я скептически отношусь, как и раньше, к росту американского доллара. Считаю, что это ралли очень сильно и далеко зашло с учетом того фундамента, который есть. Золото 1733 доллара за тройскую концу хай. Максимум вчерашнего дня был 2740. То есть мы рассчитывали на то, что золото сохранит бычью динамику и обновит исторический максимум. Этот сценарий реализовался. Наша цель 2750. Она вполне реалистична. Среди факторов, которые поддерживают золото, повышенный спрос на этот актив со стороны мировых центральных банков – это тоже тема, которая коррелирует с потенциальной сменой власти в Белом доме и усиление, возможно, в будущем тарифной, вот этой санкционной, какой-то ограничительной политики, которая заставляет многие страны отказываться от доллара, взять курс на антидоларизацию национальной экономики, снижение своей зависимости от американского доллара и снижение резервов, доли доллара в национальных резервах. Если президентом станет Трамп, я практически уверен, что эта тенденция станет еще более выраженной. Но пока есть то, что есть. Кстати, касательно Китая, очень много обсуждений относительно того, что якобы по статистике Китай не покупает золото уже 5 месяцев подряд. Но на самом деле, я думаю, что покупает, друзья. Сантимент 40% уже не такие красивые значения, как вчера. Вчера мы работали с данными 70-30, 40 – это уже поближе даже к середине. Поэтому, друзья, здесь ремарк с моей стороны. Если вы не готовы рисковать дальше, удерживая длинные позиции, то, возможно, нужно сказать рынку спасибо на текущем этапе, учитывая то ралли, которое уже реализовалось, и зафиксировать тот профит, который есть. Но если вы готовы рискнуть, то следующая цель – 2,750. И золото, конечно же, удивляет развитием восходящей динамики. Несмотря на то, что доходности 10-летних облигаций, я сейчас тоже переписываю там многомесячные максимумы, и сейчас по десятилеткам уже 4,21%. Что-то не так, но пока я верю в силу обычного тренда золота. Фонд против доллара 1,2995, округлим 1,30, текущие котировки. Британская валюта под давлением из-за публикации последних данных по инфляции, которые повысили вероятность смягчения британской монетарной политики. Я предлагаю на этом сейчас опустить перспективу фунта и дождаться сегодня в выступлении Белли. Послушать, что он думает, и действительно так высока вероятность того, что Банк Англии пойдет на снижение ставки на 25 базисных пунктов. Если он подтвердит это, то тогда фунт, конечно же, окажется на еще более низких ценовых значениях. Но я по-прежнему буду искать точку входа. Если все-таки решусь, обязательно вам расскажу. Доллар канадец 1,3830. Ждем завтрашнее заседание Банка Канады. Ждем снижения ключевой процентной ставки, возможно, на 50 базисных пунктов. Это идеальный сценарий, который должен реализоваться. По прогнозам именно это мы увидим. Почему Банк Канады должен снизить процентную ставку? Потому что инфляция уже сильно ниже 2%. И Тиф Макли ранее обозначала именно достижение целевого показателя по инфляции как условие для более агрессивного смягчения монетарного режима, особенно сейчас в условиях снижающихся цен на нефть. Я думаю, что при реализации этого сценария пар доллар-канадец уже завтра будет торговаться в районе отметки 1,39. Ну, конечно же, после заседания регулятора. Доллар-франк 0,8650. Здесь тоже в соответствии с нашим сценарием идет продолжение восходящей динамики. Цель 88 и выше. Все еще даже на текущих уровнях это идеальная сделка на долгосрок, чтобы залазить длинные позиции и ждать вот этого последовательного монотонного роста к новому максимуму. Потому что контраст монетарных политик не даст швейцарской валюте перехватить инициативу американского доллара. Задача Национального Банка Швейцарии сделает все, чтобы ослабить курсы национальной валюты из-за очень сильно ухудшившейся экономической конъюнтуры. Американские фонды рынка S&P 500 чуть откатили ниже 5900. Сейчас 5884 пункта, но цель 6000 она также никуда не делась. Рынок криптовалют биткоин 67300. Вчера максимум был 69500, и мы были в одном шаге от того, чтобы протестировать психологическую планку 70. Опять же, Trump Trade здесь тоже есть резонанс этой темы. Тем более, что политика Трампа ассоциируется с политикой исключительных благ для криптовалютных трейдеров и криптовалютных инвесторов. Трамп неоднократно обещал сделать США криптовалютной столицей мира. Сделается биткоин резервным инструментом, сместить с поста главу АСЭКа Гэри Генслера и вообще смягчить регулярно. Ну, посмотрим, если все-таки он придет в классе, как и будут ли вообще реализовываться обещания, которые он давал. Пока рынку достаточно энтузиазма того, что дальше будет лучше, и, соответственно, на этом фоне я рекомендую смотреть на биткоин, как на актив, который продолжит расти в ближайшие дни и точно закрепится выше 70. Доллар иена тоже здесь достигнута. Первая цель 151 иена за доллар. Вчера мы как раз определили, что до заседания Банка Японии в конце этого месяца пара, скорее всего, будет расти и способствует также восходящей динамике. Еще и очень плохая статистика из Японии по промышленному производству, по экспорту, да и данные по инфляции, которые указали на снижение показателя в годовом выражении с 3 до 2,5% и базовой инфляции с 2,8 до 2,4% тоже несколько ослабили рыночное ожидание того, что Банк Японии будет ужесточать монетарную политику в соответствии с прежним планом. Пока можно подержать длинные позиции, есть еще чуть больше недели, и в это время можем увидеть значение 152-152.50. И по рынку нефти все так же без изменений, ждем 70 долларов за баррель. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!